Говорю и показываю премиум плагины от Крокоблок. Конкретно в этом видео я хочу показать плагин от Крокоблок, раскрывающийся список. Если вы хотите самостоятельно посмотреть демонстрацию данных элементов, вы можете перейти по ссылке в описании под этим видео на страницу разработчика Крокоблок, также на моем сайте fedorvasiliev.com. Плагины от Крокоблок серьезно расширяют функционал Elementor Pro на WordPress. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. В прошлом видео я показал плагин JetTricks. В него как раз входит вот этот плагин, раскрывающийся список. Сейчас я нахожусь на странице редактирования, главной страницы своего демо-сайта. Нахожу JetElements. После установки у вас, естественно, они здесь тоже будут. Вот эта плитка нам понадобится. Я зажимаю левую кнопку мыши, перетаскиваю данный элемент на холст. И давайте сразу разбирать настройки, что это такое. Я нажимаю обновить страницу. Давайте посмотрим на главной странице на реальном сайте. Это раскрывающийся список. Если вы хотите как-то компактно распределить свой текст на вашем сайте, чтобы он был доступен вот в таком виде, то давайте разберем настройки данного плагина. Смотрим опции. Вот эта опция позволяет раскрывающимся списку всегда быть раскрытым. Давайте обновим страницу и посмотрим. Видите, у нас написано на кнопке «Скрыть». Мы можем только скрыть. После обновления список будет опять раскрыт. Следующая опция – высота закрытого блока. То есть это хорошо видно, когда вот эта опция у нас выключена. Вот это ползунок – высота сепаратора. Дальше скорость при открытии, при закрытии. Изначально 300. Давайте посмотрим. То есть это достаточно медленно. А давайте здесь сделаем 100. То есть раскрывается чуть быстрее. Анимацию также можете поиграться, посмотреть, какая здесь более интересная. То есть анимация раскрывания и сворачивания списка. И давайте посмотрим следующие опции. Контент. Это как раз то, что у вас там находится. Текст. Вы также можете сюда загрузить. И изображение. Давайте что-нибудь я загружу. Какое-нибудь изображение. Вот так вот в данном случае у меня это выглядит. Просто текст встал у меня посреди текста. Его можно перенести куда-нибудь в начало. То есть вот как-то так. Дальше вы можете вот здесь вот маленькая иконочка переключиться и выбрать шаблон. Шаблон Elementor. Например, у меня есть вот такой вот шаблон Скоро. По клику по кнопке раскрывается у меня шаблон. Но я использую здесь картинку и текст. Следующая опция давайте разберем. Это относится к самой кнопке. То есть смотрите. Позиционированные кнопки. Лево, центр, право. То есть как вам больше нравится. То есть как раскрывающаяся кнопка, так и закрывающаяся. Также можете управлять. Иконка на кнопке. Видим стрелка вниз. Это у нас кнопка, когда кнопка раскрытая. То есть контент раскрыт. Вы видите стрелка вниз. Можете выбрать любую иконку. Или даже загрузить свою собственную. Вот здесь можно написать не скрыть, а любое свое значение. Также его здесь показать. То есть текст на кнопке у нас меняется. Можно написать, например, открыть. Вот здесь вот можете написать. У вас это на кнопке изменится. Далее у нас с вами остаются стили. Я не буду показывать абсолютно все нюансы, потому что я думаю, что это только трата вашего времени. Покажу лишь некоторые моменты, после чего вы уже сможете сами гибко настроить все, что вам здесь нужно. Например, тип фона. Это заливка контента. Там, где у нас текст. Можете поиграться. Например, кнопка. Цвет текста можете поменять. Цвет фона. Например, пускай будет красная. То есть кнопка показать красная. И пускай при наведении она меняет на желтую. То есть вот так вот это работает. Вот такой получился небольшой урок. Надеюсь, вам данный плагин пригодится на вашем сайте. На этом данный урок я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok